Вот уже несколько месяцев коронавирус возглавляет ТОП мировых новостей. И мы совсем забыли о профилактике других не менее опасных заболеваний – краснуха, туберкулез, корь. Сегодня разберемся, что это за болезни, нужно ли от них вакцинироваться и как себя уберечь. Одни из причин заболевания и смертности – инфекции. Корь, краснуха, паратит, столбняк – они окружают нас повсюду. Напоминают о себе, когда снижается уровень так называемого коллективного иммунитета. В первую очередь страдают непривитые или утратившие со временем прививочный иммунитет – дети и взрослые. В 80-е и 90-е годы. Иммунизация дает свои плоды. Частота инфекционных заболеваний снижается. Тогда, казалось, роль вакцинации незначительная. У населения исчез страх перед инфекциями и появился перед прививками. Итак, коротко. Чем грозит отказ от вакцинации? ТОП-5 дремлющих болезней. Номер один. Дифтерия. Вакцина от дифтерии открыта в 1923 году. По оценкам ВОЗ, 86% детей в мире получают прививку в младенческом возрасте. Несмотря на это, в странах СНГ в 90-е заболели дифтерией более 150 тысяч человек, которые так и не были привиты. Номер два. Коклюш. Коклюш. Эпидемия накрыла Британию в 1978 и 1982 годах. За это время заболело 70 тысяч детей. В 60% случаев заболевание проходило в тяжелой форме. Были летальные случаи. Причина – массовый отказ от прививок. Номер три. Корь. По данным ВОЗ, корь – одна из самых частых причин детской смертности в возрасте до 5 лет. Несмотря на то, что вакцина была изобретена еще в 1966 году. Благодаря прививке против кори за последние 10 лет в мире снизилась смертность на 71%. Номер четыре. Столбняк. Палочка столбняка поражает нервную систему и вызывает мышечные судороги, которые могут привести к остановке дыхания. Смертность от столбняка может достигать до 85% у детей и 40% у взрослых. Выше смертность разве что у чумы. Острое инфекционное заболевание. Легко переносится детьми. Отказ от вакцины растет. А вот вспышки заболевания встречаются по всему миру. По данным ВОЗ, охват вакцинации в последние годы держится на уровне 85% населения. Специалисты говорят, это не повод расслабляться. Из-за отказа от прививки ежегодно в мире погибает около полутора миллионов человек.